Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева Черкесия. Среди них пятеро детей. Карачаева Черкесия оскорбит с жителями Белгорода и Белгродской области, выражая глубокие соболезнования тем, кто потерял сегодня близких. Пострадавшим скорейшего выздоровления и сил, говорится в соболезновании. Сегодня день памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов обращается к воинам-интернационалистам, ветеранам афганской войны и жителям. 35 лет прошло со дня вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Многочисленная армия России на протяжении 9 лет с честью выполняла поставленные перед ними задачи. Военнослужащие оставались верными присяге и воинскому долгу. Более 15 тысяч советских воинов не вернулись к своим родным. В их числе 42 жителя Карачаева Черкесии. Гордимся каждым нашим воинам, благодарим и ценим их вклад, защиту интересов государства. Хочу выразить искренние слова признательности всем ветеранам локальных войн и вооруженных конфликтов и тем, кто и сегодня продолжает славные традиции, отстаивая интересы государства и его народа. Сегодня в городах и районах Карачаева Черкесии прошли мероприятия, посвященные 35-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Подробнее Дарья Тендит. Участник боевых действий в Афганистане Фёдор Владимирович Гурин вспоминает, что, будучи молодым парнем, только окончившим техникум, был призван в армию для службы в Евпатории. Но всё сложилось иначе. Их взвод номер 280 новобранца, призванный служить за границей. Фёдор Владимирович отчётливо помнит все события. Был ранен сам и видел, как погибали его товарищи. «Знал, на что я иду. Я не мог поступить иначе. Свою пулю не услышишь. Если свистит, значит, прошла мимо». Шутя отметил Фёдор Владимирович. Вот 35 лет прошло, у меня больше прошло. Я ещё в 84-м году был, а вывод в 89-м. То есть самые такие тяжёлые времена. Память, она всегда остаётся до сих пор. И каждый день помнится, когда вспоминаешь, конечно, и душевное волнение, вспоминаешь тех своих погибших, кто остался. Там они перед глазами всех, по именам их помню всех. Поэтому память, она всегда должна быть. Память мы должны передавать. На митинг возле памятника воинам-интернационалистам в Парке Победы собрались представители власти, парламента республики, депутаты разных уровней, ряд ведомств, общественных и религиозных организаций, жители и гости Черкеска, ну и, конечно же, сами участники боевых действий. Председатель парламента республики Александр Иванов от имени главы Карачаева Черкесии и депутатского корпуса и от себя лично выразил глубокую признательность всем, кто прошёл тяжёлыми, смертельно опасными дорогами Афганистана. Уважаемые ветераны-афганы, всех локальных войн и вооружённых конфликтов, став примером солдатского мужества и отваги, настоящего патриотизма, служения высшему долгу верности, боевому братству, мы внесли большой вклад в воспитание подрастающего поколения. Присутствующие почтили память героически погибших в Афганистане минуты молчания. На протяжении всего мероприятия звучали слова благодарности и добрых пожеланий участникам боевых действий. В завершении митинга под траурный залп его участники возложили венки и цветы к памятнику. Дарья Тендит, Мухаммед Ашубоков, Вести Карачаева Черкесия. Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов в режиме ВКС принял участие в еженедельном заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию в России под председательством вице-премьера Марата Хуснулина. На повестке заседания штаба два вопроса – реализация нацпроектов и ход работ по дорожному строительству. В текущем году в рамках реализации национальных и федеральных проектов в Карачаево-Черкесии ведутся мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 148 объектов. В рамках реализации федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги» в республике в 2024 году запланированы мероприятия на 28 объектах, в том числе по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог на 25 объектах протяженностью и капремонта трех искусственных дорожных сооружений. Работа по данным объектам ведется в плановом порядке. Марат Шакерзянович поручил держать на контроле сроки и качество запланированных мероприятий и не снижать прошлогодних темпов, когда все запланированные цели были достигнуты. Остается месяц до начала выборов президента страны. Сегодня в Черкесске состоялась пресс-конференция председателя избиркома республики Ларисы Абазалиевой. Она рассказала, как идет подготовка к выборам и ответила на вопросы представителей СМИ. Подробности у Альбаташева. В настоящее время сформированы все избирательные участки. Члены избирательных комиссий прошли обучение и готовы к работе, отметила Лариса Абазалиева в ходе пресс-конференции. Все комиссии у нас сформированы, все прошли обучение. Они получили сертификаты о том, что они прошли соответствующие тестирования. У нас применяется видеонаблюдение. На 100 участках, на 99 участках будет видеотрансляция, а на остальных участках будут видеорегистраторы. Таким образом, любой избиратель, представитель кандидата, политической партии, участвующий в выборах, сможет посмотреть на любой временной отрезок, на любом участке. Также гласность выборов будет обеспечивать Центр общественного наблюдения. В ходе голосования будут применяться 44 комплекса обработки избирательных бюллетеней. Сейчас избирком проводят прием заявлений по системе «Мобильный избиратель». Их уже 19 тысяч. С 17 февраля до 7 марта по всей республике члены избирательных комиссий будут проводить по домовой и по квартирный обход. У них будет специальная форма, бейдж с номером комиссии и удостоверение. Их цель – уточнить списки избирателей, информировать население о предстоящих выборах. Я очень прошу, вот так как принято у всех наших народов, гостеприимно принять наших членов комиссии. Они, по сути, приходят вас пригласить на выборы. Проинформировать о времени и месте. Проинформировать о том, что можно проголосовать не по своей регистрации, а прикрепиться на удобный участок. Комиссии имеют право в рамках вот этого проекта «Информу ИК» прямо сразу оформить заявление на голосование на дому, если человек захочет. Также в ходе пресс-конференции председатель избиркома ответила на вопросы журналистов республиканских СМИ. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас прогноз погоды на завтра от синоптиков. В Карачаево-Черкесии местами осадки, дождь и мокрый снег. Ветер восточный и 5-10 метров в секунду. Порывы будут до 11-14. Температура ночью минус 2, плюс 3. В горах до 7 градусов мороза, а днём 0, плюс 5. И местами до 10 градусов выше нуля. В Черкесске временами небольшие осадки, дождь и мокрый снег. Ветер восточный и 5-10 метров в секунду. Порывы будут до 11-14. Температура ночью 0, минус 2, днём 3-5 градусов выше нуля. Сегодня президент России Владимир Путин удостоил орденом за заслуги перед Отечеством 4-й степени Исмаила Хаджибердиева. Муфтия Карачева-Черкесии, председателя Координационного центра «Мусульман Северного Кавказа». Члена Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России за большой вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира, духовно-нравственное воспитание молодёжи. Глава Карачева-Черкесии Рашид Тимрезов поздравил муфтия с такой высокой и заслуженной наградой. Исмаил Хаджи достойно несёт возложенную на него миссию. Во многом, благодаря его мудрой и созидательной работе, в Карачево-Черкесии гармонично развиваются межнациональные отношения, укрепляются духовные ценности ислама. Молодёжь воспитывается на принципах взаимоуважения, милосердия и любви к ближнему. Желаю Исмаилу Хаджи сил, крепкого здоровья и дальнейших успехов в непростой, но важной и нужной деятельности, отметил Рашид Тимрезов. Также сегодня глава Карачева-Черкесии Рашид Тимрезов сообщил, что заместитель полномочного председателя правительства России в СКФО Андрей Конин вручил благодарственные письма от полпреда Юрия Чайки за профессиональную службу и военно-патриотическую работу военному комиссару Карачева-Черкесии Сергею Белобородову и его помощнику Тахиру Бодракову. Рашид Тимрезов выразил благодарность полпреду и его команде за высокую оценку работы сотрудников военного комиссариата республики, а также уровня взаимодействия органов госвласти, депутатов, общественных организаций по поддержке военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО и членов их семей. Он отметил, что постоянно ощущается поддержка полпредства как в организационных вопросах, так и их практическая помощь. Наши земляки-военнослужащие с честью и профессионально выполняют боевые задачи в зоне СВО. Им постоянно оказывается помощь. В этой работе принимают участие жители республики, различные государственные и общественные организации. И сегодня видно, как с каждым днем растет уровень патриотизма граждан и гражданское единство. «Мы верим в Россию, верим в нашего президента и в то, что обозначенные главой государства цели обязательно будут достигнуты», – бутытожил глава Карачаева Черкесии. Сегодня ему исполняется 85 лет, а глаза его так и горят юношеским задором. Он еще полон творческих идей. Бориса Уртенова без преувеличения можно назвать одним из самых ярких и талантливых артистов Карачаевского драматического театра. На сцене он 62 года. Воплотил 170 образов. Сыграл более 10 ролей в кино и на телевидении. Но самыми важными своими ролями Борис Уртенов считает те, что сыграны на родном языке. О студенческих годах. О первых ролях. О любимых героях и мечтах. Юбиляр рассказал Мадине Каракетовой. Наверное, нет в республике человека, кто не знал бы знаменитого Огурлу. Именно с этой роли началась творческая биография Бориса Уртенова в Карачаевском театре. Борис Уртенов – один из девяти первых профессиональных актеров карачаевцев, выпускников знаменитого Ленинградского театрального института имени Островского. В Ленинграде на русском языке работали, естественно. Готовили спектакли. На русском языке первый спектакль наш Аршин Малалан был. Я там слуга играл. Потом поставили Океан Штейн, такой автор был. Тоже там лейтенант играл. Потом Мещане Максима Горького. Я там очень хорошую роль играл пролетариата, скажем так, рабочего, который революцию только начинает сознавать, понимать и двигать. Вернулись на родину и привезли четыре прекрасных спектакля. Костюмы наш ректор института подарил нам все костюмы, бесплатно отдал, и мы тут всем показывали, в течение двух лет показывали. Вот остров Афродиты, Мещане, Океан и Аршин Малалан. Но самой большой мечтой молодого актера было говорить со сцены на родном языке. Если нет у народа, нет языка, нет театра, нет народа. Я так думаю. Мы нашли драматурга Шахарби Евзеева, Джан Детлевосен, и он принес свою пьесу «Огурлу». Мы поставили «Огурлу». Там всего восемь человек участвует. А Токчоков Борисович решил поставить как режиссер. И мы поставили. И в 1963 году в городе Карачаевске, 8 марта, мы показали этот спектакль. Народ весь стоял, смотрел, стоя, аплодировали. Более десяти лет Борис Урсенов прослужил в Балкарском театре, создал целую галерею запоминающихся образов. Но все это время он мечтал вернуться домой и играть на сцене Карачаевского театра. И такая возможность появилась в 1972 году. Вернулись выпускники Карачаевской и Черкесской национальных студий Грузинского театрального института имени Шутару Ставели. Уже 62 года Борис Урсенов на сцене. Он сыграл в 170 спектаклях, и каждый из них имел огромный успех. Пробовал себя в качестве актера, кино и тоже успешно. Подводя итог, с которым подошел к 85-летнему юбилею, Борис Урсенов говорит, что он счастливый человек, поскольку... У меня есть двое детей, трое внуков. Это счастье, огромное счастье. Если я сыграл 170 ролей, еще 20 ролей в кино, телевидении, это счастье. Если я уже выпускаю книжки, это тоже как продолжение детей. Это тоже как дети. Это тоже счастье. Если я сегодня с вами разговариваю, то тоже счастье. Так что счастье, я могу сказать, что я жил не зря, я счастливый человек. Мадина Каракетова, Лебастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Склифосовский». Всего доброго, до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!